Добрый вечер, уважаемые псковичи. Сегодня у нас в гостях преподаватель, член-корреспондент Академии проблем сохранения жизни Юрий Николаевич Луценко. Юрий Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. И, наверное, первый вопрос. Какие цели вы ставите перед собой? Цели таковы. Дело в том, что я, может быть, лет 11-12 назад весь, скажем так, больной и несчастный, то есть в 46 лет мне показалось, что здоровая и счастливая жизнь кончилась. Что-то происходит в стране, какие-то события, то есть вот эта вся смена формации и так далее. Потом здоровье довольно резко пошатнулось, то есть десятка-полтора болезней неожиданно всплыли. И вот в сумме все это меня довольно сильно напрягло. И я решил все-таки дать бой, как говорят, своей судьбе, не сдаваться. И неожиданно нашел ключи как бы не в той сфере знаний, которую я раньше исповедал. Я в прошлом имею авиационное образование, гидростроительное образование. Вот. И я, опираясь на некие так нравственные принципы, решил им следовать реально. Может быть, немножко об этих вот принципах? Да, конечно. Ну, помните, есть такой закон, что посеял, то и пожнешь с торицей. Вот. Я решил разобраться, что же я-то сею в жизни конкретно. То есть не обвинять там каких-то людей. Мы же все привыкли искать виноватых. Так или иначе у нас кто-то виноват. И дома, и во власти мы ищем виноватых, и там, и там. И я решил замкнуться вот в себя, как бы, локатор направить в себя и только в себя. И понять сначала, что такое я как человек. Вот. И достаточно быстро удалось выяснить, что я тоже не сахар. Мы иногда понимаем это. И понял, что мои поступки и слова, может быть, в связи с моей жизнью. То есть я работал в советское время руководителем, допустим, организации. И работал долгое время за рубежом. И мне эта работа достаточно вышкалила. Вот внешнее мое поведение, можно сказать, было безупречным. Я вынужден был так себе говорить хорошо и поступать правильно. А вот внутренний мир, мысли и чувства, которые мы, как материалисты, недооцениваем. Вот. Я решил все-таки навести порядок там. Вот. Вспомнил, конечно, некие фразы, которые мы там поминали. Держать человек помыслов в чистоте. Там вот этот закон, что посел, ты пожнешь сторицей. И решил сеять правильно. Но надо же этому учиться. Невозможно же сразу правильно все делать. И поставил себя под контроль. Оказалось, что мои страхи, мои обиды на кого-то, мое раздражение и гнев, мое тщеславие, может быть еще что-то, ревность, скажем. Все это как раз противозаконно. И я удивился, потому что обида. Каким образом обида противозаконна? Если, допустим, в данном случае, ну, кто-то меня обокрал. Я вот обиделся, разозлился. Оказывается, это незаконно. По неким законам нравственности, как мне объяснили. И мне сказали, ты разберись сам. Потому что объяснять все, разжевывать тебе. Ты человек взрослый, мозги есть, сердце есть, давай. Я начал исследовать. И как я начал? Допустим, что такое обида? Обида – это реакция на какое-то событие. Но если я реагирую вот так зло на события, обижаюсь, претензии кому-то, даже иногда мстительность появляется. Несправедливо. Я хочу, чтобы этому человеку тоже вот судьба как бы принесла вот эту беду. Это же в принципе мстительность. Я думаю, а имели это на то право? На эти обиды и так далее. Я думаю, если я признаю закон де-факто, что по силу, то и пожнешь с торицей. Но ведь я же не святой. Следовательно, в моей жизни, может быть, тысячи и тысячи неких мелких и крупных эпизодов, даже внутри, эмоциональных, где я неправильно проявил себя, и следовательно, за мной начинает идти как шлейф ответственности. И в конце концов он разряжается в каком-то эпизоде, что по силу, то и пожнешь с торицей. И сейчас я эту торицу и пожинаю, вот конкретно, когда меня кто-то обидел. Я думаю, если это так, я ведь права на обиду не имею. Если я закон признаю, конечно, де-факто. А если не признаю, я, конечно, могу ходить и продолжать дуться на кого-то, и продолжать жить старой жизнью. Но мне не нравится. Я решил не болеть и так далее. И мне сказали, что перестанешь эмоции вот эти проявлять, болеть перестанешь. Я решил проверить. И как получилось? И вот когда я разобрался, что обида противозаконна, потому что закон не позволяет, сеял, получи по ушам. Потом также разобрался с конструкцией страха, с конструкцией ревности, тщеславия и многого другого. И я понял, что действительно я не прав. Реально не прав. Я собственному мозгу объяснил, моему невежде вот этому, а объяснила, видимо, душа. В конце концов, я перестал эти эмоции излучать. Меньше и меньше их оставалось. Я стал выздоравливать. У меня эти болезни все ушли. Я поставил чистый эксперимент. К врачам не обращался. Никаких таблеток не пил. Ничего. У меня дома врачи, там дома есть, в высшем образовании врачи. Я говорю, нет, не подходите ко мне. Я буду эксперимент ставить, серию экспериментов. Прошло буквально несколько месяцев. Четыре-пять месяцев я практически здоров был. Я им доказал. Я говорю, вот, пожалуйста, что может добиться человек. Это очень трудно, конечно, запрячь себя вот именно в эти сани. Почему? Особенно стартовать трудно. Зачем тебе это надо? Вот у меня как внутренний голос. Что ты добьешься? Что ты хочешь? Я говорю, хочу быть здоровым. Да это бесполезно все. Вот ты ощущаешь, что сидит какой-то оппонент и мне все время давит. И я сказал тогда, как только оппонент высунется, я ему скажу, нет, может быть. Как ни парадоксально. Будут делать то, что совершенно вроде с точки зрения логики неприемлемо. Я говорю, я буду это делать. И вот именно таким образом я добился первых побед. Потом больше и больше. А уж когда появились дивиденды в виде фактов таких, да мы многочисленных. И у меня ушел там и болезнь сердца ушла. И болезнь суставов, и болезнь сосудов. А это все кончилось. И я еще год-полтора-два пожил в этом режиме. Думаю, может это кратковременный успех, а потом все, ничего подобного. Чем дальше живешь, тем ощущение такое, внутри как вот ощущение радости нарастает. Почему? Я говорю, так если ты живешь по закону, закон тебя должен защищать теперь по идее, а не наказывать, как раньше. Вот, кстати, такой вопрос. Вот для каждого из живущих на Земле это свой собственный какой-то закон, или же есть универсальный? Универсальный. Универсальный, да? Ведь не человек создал этот мир и законы творения. Скажем, законы природы, есть частный случай законов творения или творца, кому удобно. Но ведь эти законы, естественно, универсальны. Если бы каждый эгоист не требовал, чтобы мир подстраивался под него, а жил бы в русле вот этих общих всемирных законов, у нас бы на Земле, думаю, было благо. Вы, кстати, упомянули о здоровье. Вообще, что в вашем понимании здоровье и что такое иммунитет, которого вы, как я понимаю, добились в принципе? Иммунитет – это защитные какие-то способности организма противостоять болезням. Так вот, я сначала научился не болеть, а потом решил разобраться, чтобы преподнести людям некие знания в самой простейшей форме. Я решил понять, что это такое. А для этого мне пришлось заканчивать определенный медицинский факультет. Не высшее, правда, образно мне хватило. У меня дома очень много учебников, потому что дома врачи. Я много литературы перечитал, как зарубежные, и по генетике, и по физиологии, и так далее. И в то же время мне нужно было понять физику этих явлений. Естественно, я квантовой механикой немножко занялся, то есть полез в физику. И в сумме мне это очень многое дало, потому что любой наш орган, или ткань, часть тела, кости, мышцы, мозги и прочее, они же состоят из клеток, правильно? Мы это знаем. Это 10 класс, по-моему, проходит анатомию. Ну да, в школе уже. Но еще раньше мы проходим физику классическую, что любая материя состоит из атомов. А атомы состоят из электронов, протонов и нейтронов. Это достаточно, скажем, не будем дальше в позитроны лезть, в кварки и прочее. Поэтому представьте, зрители могут представить, что некий шарик, атом, внутри, допустим, два нейтрона и два протона, сбалансированные связи, все это ядро. И вокруг, естественно, два электрона с зарядом минус единица. И вся эта система сгармонизирована, то есть нормально. И содержится в балансе этими константами. То есть электромагнитные, слабые, сильные воздействия, гравитация и так далее. Что же выводит этот атом из баланса, в конце концов, если из этих шариков у меня абсолютно все тело состоит? Почему они дают сбой? Да потому что, оказывается, такие эмоции, как страх, раздражение, обиды. Вообще эмоции на два порядка. Скорость волны выше, чем скорость мышления нашего. Или выше, чем та скорость волны, которая содержит материю в порядке. Представьте, что, допустим, шарик наш подвергается смятию волны, которая примерно в 100, в коэффициент 400, в 400 раз быстрее, вот этой сдерживающей силы. Получается, если я рукой брошу какой-то предмет, скажем, ядро, которое мы в школе кидали, в стену, оно поцарапает стену. А если это же ядро зарядить в пушку, оно уже разнесет стену, будет огромная дыра. Вот что такое скорость при одной и той же массе. Поэтому, когда быстрая волна бьет помедлено, и у нас идет смятие вот этого шарика, атома, эти шарики начинают сминаться под воздействием эмоций. И получается, если я проявляю негармоничные эмоции, я эту эмоцию, собственно, из своего тела и прогоняю, и начинаю болеть. Конечно, со временем, когда это все накапливается. То есть из кривых атомов, разбалансированных, клетка дает сбой. То есть на уровне биохимии врачи регистрируют нарушение обмена веществ. Идет там или ДНК превращается вдруг во врага, то есть ДНК образующий вирус, РНК образующий вирус. Почему это происходит? Почему мы переключили жизнеобеспечение на жизнеподавление? Потому что человек неправ перед общим законом, и поэтому у нас здоровых людей почти нет. То есть, в общем-то, как я понимаю, все взаимосвязано. То есть, если какие-то эмоции нездоровые, неправильные вот эти эмоции, да, то, соответственно, будет ухудшаться и здоровье человека. Конечно, конечно. Надо разобраться, какие эмоции неправильные. То, что есть добро, и что есть зло. Опять тем же самым философским подходим вопросом, что и что. А вот, наверное, если мы уже затронули и как самого человека, да, то есть и вот этот атом, как составляющая человека, ну, в общем-то, атомы составляющие всего мира. То есть, вот человек и мир, в котором он живет, как они соотносятся? Ну, есть очень много теорий на эту тему. Я считаю, что в том, что я разобрался, я никому не навязываю, но для меня эта модель вполне приемлема. Тем более, что она опирается на одну книгу, которая вызвала мне не только большой интерес, она меня очень многому научила, и мне не пришлось изобретать велосипед по многим-многим вопросам жизни. Вот книга называется «В свете истины» Оскара Эрнеста Бернарда. Там просто настоящие ключи. Берешь какую-то фразу, начинаешь думать, прикладывать, как детские кубики, одну фразу к другу, и начинаешь очень много понимать. Так редкие книги действуют. То есть, это полуфабрикат некий, который оттуда можно почерпнуть очень много. И вот получается так, что мы о чем знаем, вот люди, проживающие на Земле? Мы знаем, что мы тело, мы его видим. Мы знаем, что мы мыслим. Следовательно, мозг генерирует волны определенные, которые мы называем мышлением. Мышление, мы знаем, опять же, работает на волне 300 тысяч км в секунду. Современная физика доказала, что эмоции работают на волне примерно на два порядка быстрее, чем скорость мысли. То есть, эмоции и мысли не равны друг другу. Обида и то, что я мыслю, это разные вещи. Человек иногда ничего не думает, а обиды у него полно или страх. Он даже не понимает, откуда пришло. Это разные вещи совершенно. То есть, еще одно поле обнаружили. Вот тело, материя, мысли, эмоции, а ведь есть еще более верхние поля, то, что называется душа. Но она для нас закрыта. Почему? Там еще более быстрые волны. То есть, иерархия уходит куда-то, видимо, к Творцу. Откуда и родом, и мы. Почему верующий обращается? Отче наш. Ведь эта молитва дана Иисусом Христом. Значит, есть такой прецедент, что если люди обращаются к Творцу и говорят, отче наш, значит, в Духе это наш отец. Так, пусть. И если это так, следовательно, у нас над нами есть еще несколько этажей бытия, что и называется душой или духом. И в сумме получается, что мы до этих этажей, до этих волн добраться не можем. А почему? Ну, представляете, есть вот магия. Или те люди, которые занимаются магией, оккультными науками. То есть, они концентрированно напускают на кого-то эти волны, что, собственно, назвали наши бабушки порчей. То есть, испорченное биополе, можно сказать. И я вот недавно слышал выступление доктора наук медицины по центральному телевидению, который говорит, как же так наука проходит мимо таких фактов, когда эта вещь есть. Японцы прекрасно вели вот эту пропаганду, научные миры ихний. То есть, передовая наука, в принципе, прекрасно знает, что человек может сотворить определенные формы, внести эти либо вирусы, либо доброжелательные какие-то пожелания, кому хорошие. И человек это чувствует. И сенсоры у нас есть. Вот, кстати, любой человек вот это может сделать? Или же это все зависит, опять-таки, от внутреннего мира человека? Дело в том, что любой может сделать. Только это зависит от его воли, от его напора, как говорится, и от его качества. Доброжелателен или злой. И поэтому у нас есть от полгода, видимо, свобода выбора. И как пользуется ей человек? Каждый по-своему. То есть, один доброжелателен и с этим человеком приятно. А другой человек, может быть, внешний дипломат, а внутри у него такие замыслы, нехорошие, что с таким человеком рядом сидеть иногда чувствительному человеку тяжело. Почему? А он чувствует сенсорами своими, что слово одно, а замысел другой. И на уровне волны его сенсоры принимают. Ну, допустим, вот любой человек знает. Ненавидит его или любит. Он как? Отличает? Если даже человек молчит, конечно, отличает. Ну, вообще-то да. Это понятно. А значит, это же волны, которые, не касаясь тела, касаются нас. И мы начинаем понимать, хорошо мне с этим человеком или плохо. Люблю я его или нет, или хочу поскорее подальше уйти. А мы это игнорируем. Это же знание. Ну, вот мы сейчас затронули с вами взаимоотношения между людьми. Ну, наверное, классика взаимоотношений – это взаимоотношения между мужчиной и женщиной. В общем-то. Ну да, на земле других существ нет. Вот как по-вашему, здесь какие-то законы есть? Какие-то, может быть, правила существуют? Конечно, конечно. Ну, во-первых, в основу отношений положено великое слово «любовь». Но, к сожалению, большинство людей, подавляюще большинство, не понимают, что такое любовь. Любовь есть и телесная, и земная, и любовь есть небесная. Так вот, небесная любовь, как ни странно, звучит для многих совершенно неприемленно, как мне говорили. От Господа, вот если воля идет, ну, допустим, предположить, как вы с верующими разговаривали, это же строгость и справедливость закона. Ведь сами понимаете, чтобы воспитать детей своих, вот отче наш, он вынужден нас строгать. Судьба от слова суд происходит. Раз мы не правы, мы не святые, у нас есть за что наказывать. И в судьбе происходит вот это поэлементная отдача, что поселил, то и пожнешь. И наша жизнь испечрена как раз таки, как хороший поступок нам воздается удачей, а плохой поступок воздается болезнью или неприятностью, потерями какими-то. Если мы же проживаем в таком мире и игнорируем это, незнание законов не освобождает от ответственности. Поэтому любить, научиться любить, это значит полностью отказаться от эгоизма и научиться передавать ту благодать, которая нам дарована при сотворении, видимо, духа человеческого. А мы не умеем это делать, нам эгоизм мешает. Почему, когда я стал меняться, и у меня стали уходить вот эти эгоистичные черточки, то-то-то, я дуться перестал, обвинять перестал. То есть, когда ты вот эти пороки подавляешь свои, естественно, святое место пустое не бывает. Приходит какая-то радость и благодать, и поэтому излучение становится достаточно стабильным. Вместо уныния вот этого всего, что человек вводит в состояние конфронтации с другими людьми, полностью прекратилось. У меня вражда с этим миром закончилась. А вот как по-вашему вообще, у кого больше положительного заряда, у женщины или у мужчины? Кто вот более вот в эмоциональном плане? Это не зависит от пола. От пола не зависит. Это зависит от качества человеческого духа, то есть, какова душа. И не обязательно это достаточно высокий интеллект должен быть при этом. Бывает сельская бабушка какая-то, у нее глаза просто светятся вот этой добротой и чистотой душевной. А бывает и очень обученное существо, высокий интеллектуал, который такое зло творит в этом мире. Потому что не мозг, в конце концов, является источником там совести и так далее, а душа. Одной душе неприемлемо, невросто, даже хамское слово, даже грубое слово, даже пустое слово. А другой человек декларирует, там он такой и такой, а фактически он совершенно иной, это лицемер. Вот в вашем понимании душа, это что такое, может быть, в двух словах буквально? Ну вот физику души завтра я на лекции расскажу об этом. Потому что есть определенные знания, которые опираются на опыт. Я признаю знанием только опыт, мало того личный. В связи с опытом многих других людей, которые в этой области тоже кое-чего добились. Вот поэтому я расскажу о неких опытных таких моментах. Все-таки я хотел бы вернуться к мужчине и женщине, это важнейший вопрос. Заложено, что если мы развиваемся в закон движения, в духе, тогда у нас идет удача, что ли, как бы поощрение. Если женщина развивается в духе и мужчина развивается в духе, они становятся все ярче и ярче, как личности. И тогда они все больше и больше удовлетворяют друг друга, у них нет остывания. Почему происходит развал пары вообще? Потому что остывание происходит. Ну, допустим, встретились два на каком-то перепреске мужчина и женщина, влюбились друг в друга, пусть появились чувственность, телесные влечения. Проходит там иногда месяца, иногда и два, и пять лет, и потом начинается вот это ощущение, что вот там еще ярче человек есть. А там, ну, вроде вот нормы морали, вот есть печать, паспорт, иногда даже венчание есть. А все равно тяга куда-то. Почему? А потому что мы нарушаем закон движения. Вот если мужчина и женщина примерно в равной степени развивались, то есть как свет становились ярче, они друг другу передавали бы больший порог любви, больше излучения. И тогда им не надо было искать нигде. Тогда им не друг другу давали это. В этом и заложена счастливая пара, принцип счастливой пары. И все это есть, мы можем этого добиться. Но этим заниматься надо серьезно. То есть, как я правильно понимаю, если вот в сохранении отношений между друг дружкой заинтересованы и один, и второй, то это вот и есть, в общем-то, ключ к долгой совместной жизни, да? Потому что женщина скажет, если я люблю мужчину, если я действительно люблю, я для него сделаю все, что угодно, конечно, в принципах разумного и достойного. И мужчина, если он любит женщину, говорит, дорогая, я для тебя готов на все, на руках тебя носить, потому что у меня очень красивая. И никогда мне не грубишь, и всегда в ответ, может быть, иногда даже на мою какую-то ошибку, ты снисходительна к ней, и понимаешь меня, и всегда простишь, потому что и я тебе прощаю. И вот в этой паре всегда будет лад, почему они любят, и тогда и прощение будет настоящее искренне от души, я же люблю. Любовь она никогда ничего другого не требует, она всегда служит, и научиться так любить, это наша задача. В общем-то, у нас уже, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу, и вот я, наверное, может быть, подытожу. В общем-то, из всего нашего общения я вынес, что, в принципе, любовь, это, ну, можно сказать, практически вот такое вот нечто объединяющее всех людей. Ну, это и большой труд над собой. И большой труд над собой. Мы должны заслужить право на любовь, каждый из нас. Спасибо, Юрий Николаевич, что вы сегодня были здесь, в студии. Еще раз спасибо, ну, и до свидания. Всего доброго. До свидания. Всего доброго.